Друзья мои, давно я хотел рассказать один классный сюжет. Я его в лекциях много раз рассказывал, а вот в роликах еще, мне кажется, его не было, если у меня, конечно, не склероз. Называется он АБЦ-гипотеза Гербарий контрпримеров. Контрпримеры здесь в кавычках надо писать. Я сейчас объясню, что это означает в данном случае. Контрпример. Что такое АБЦ-гипотеза? Это то, что пришло на смену Великой Теореме Ферма. Великая Теорема Ферма утверждает, что ни при каком натуральном n больше 2 не может быть выполнено вот такое вот равенство, где n и x, y, z больше 0 целые и дополнительно n больше 2. Вот это вот Великая Теорема Ферма. А в 1985 году, еще, кстати, до того, как ее окончательно доказал Уайлс за несколько лет до этого, родилась гипотеза, которая значительно сильнее, чем эта, которая утверждает нечто о структуре разложений на множители трех чисел, два из которых в сумме дает третья. Поэтому называлась АБЦ-гипотеза, потому что она начинается со слов пусть А плюс Б равно С. Казалось бы, какая вообще гипотеза может начинаться с таких слов, как пусть А плюс Б равно С? Но нет, такая гипотеза существует, и вот она называется АБЦ-гипотеза. Значит, что это за гипотеза? Пусть А плюс Б равно С. Ну, понятно, что имеется в виду, что мы должны сократить его, как бы, ну, если я умножу, да, АН плюс БН равно СН. Если А плюс Б равно С, то АН плюс БН равно СН. Ну, вот интересно всегда рассматривать случаи, когда все взаимно просто, да? Значит, пусть А плюс Б равно С, где А, Б и С взаимно простые. Ну, понятно, что это означает, что и попарно взаимно простые, потому что наличие общего делителя любой пары сразу переносится на третье число. Поэтому пусть А плюс Б равно С, и это три взаимно простых, попарно взаимно простых, значит, числа. Тогда, тогда утверждается, что вот это вот число С, оно не превосходит радикала А, Б, С, возведенного в некоторую степень. В степень, там, допустим, дельта. Здесь надо объяснить, что такое радикал. Что такое радикал? Радикал для некоторых числа Н, это вот что. Если Н равно П1 в степени альфа 1, П2 в степени альфа 2, так далее, ПК в степени альфа К, и если это разложение по основной теории альфметики, оно единственное, если это разложение на различные простые в степенях, то есть все вот эти различные, то радикал Н — это просто произведение тех же самых простых, но уже по одному на каждого. То есть я забываю про кратности простых чисел в разложении. Убираю все кратности и радикалом называю вот такое произведение. Это, кстати, там соответствует… Это полностью согласовано с понятием, с концепцией радикала от идеала в кольцах в теории колец. Вот. Ну и вот, собственно говоря, что же тогда утверждается? Что если взаимно простые числа А, Б и С разложить на множители, а вот, то понятно, что у всех разложения будут разные, то есть у А — это будет один набор простых чисел, там Q1 и так далее, QL в каких-то там степенях, там у Б, у С будут, там, соответственно, какие-то… Р1 и так далее, РМ у С там, С1 и так далее, С что-то, да? Ну и вот А, Б, С тогда это просто произведение всех подряд простых, всех простых входящих в это, разложение всех простых в это и всех в это. И оказывается, что С не сильно больше вот этого произведения, он не может сильно скакать. Но ясно, что вот теория фирма, она бы этому противоречила, вот этому вот утверждению, она бы противоречила предостаточно… Ну, начиная с Н равно 6, легко вывести вот это из вот этого. То есть, понимаете, да, зацените, А, Б, С гипотеза, она сложнее теоремы фирма. Из нее мгновенно следует теорема фирма, причем очень простого рассуждения. У меня в интернете полно лекций, где я его провожу в одну строчку, как из А, Б, С гипотезы следует теорема фирма, даже при дельте равно 2. Ну вот дальше вопрос о дельте, да? То есть, чему здесь может быть поставлена дельта, чему она может быть равна? Тут есть разные варианты, да, варианты. Ну, например, есть такой вариант, что начинаем с того же самого, пусть А плюс Б равно С, А, Б, С взаимно просты попарно, тогда С меньше или равно радикалу А, Б, С в квадрате. Вот эта вот гипотеза не имеет ни одного контрпримера вообще. То есть компьютер может перебирать, уже давно перебирает, 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 не находит контрпримеров к этой ситуации, ни одной тройки не нашлось, чтобы при этом С был больше, чем радикал произведения в квадрат. Но если я поставлю просто радикал, то контрпримеры безусловно есть. Например, первое, что приходит в голову, это просто 2 в кубе плюс 1 равно 3 квадрат. Итак, первый такой пример, да, смотрите, что такое радикал от вот этого, значит, произведения А, Б, С? Ну, это здесь входит только двойка, здесь только единица, здесь только тройка, здесь вообще ничего не входит, да, то есть как бы дважды 3 радикал равен 6. И утверждение о том, что 9 меньше или равно 6, оно явно неверно. Но 9 меньше или равно 36, это верно. Вот, ну и возникает для каждого вот такого вот как бы контрпримера к вот этому, возникает вопрос, какую дельта здесь можно поставить. А вот, то есть в данном случае дельта это логарифм 9 по основанию 6. Ну, а в общем случае это, соответственно, будет, в общем случае дельту, которую можно поставить, будет иметь вид, вот давайте я здесь напишу внизу, потому что она дальше будет пригодиться. Это значит логарифм С по основанию радикал А, Б, С. Вот, то есть в какую степень нужно возвести радикал А, Б, С, чтобы получить С. Ну и вот, собственно, борьба идет вот за эту дельту. На сегодня вроде говорят, говорят, я в этой проблеме до конца не разбирался, я еще не погрузился в нее целиком, но у меня нет идеи, что я буду заниматься доказательством гипотезы А, Б, С. Простите, но в 46 лет уже гипотезы не доказываются. Но тем не менее мне интересно самому, на самом деле, докуда эта дельта доведена. Кажется до 1,6 где-то, то есть вот 1,6 или 1,5 еще контрпримеры есть. Степень 1,5 здесь можно возвести. Но мне неизвестны. На самом деле мне очень интересно, какие здесь есть контрпримеры. И я призываю в комментариях к этой записи оставлять вот эти вот максимальные контрпримеры. То есть какое дельта в гипотезе А, Б, С можно поставить, чтобы контрпримеров не было вообще. Есть еще вариант гипотезы такой, что в условиях А плюс Б равно С, и они взаимно простые, С меньше или равно радикала Б, С для всех А, Б, С таких, кроме конечного числа контрпримеров вообще. То есть в принципе С может быть больше, чем радикала Б, С, только для конечного списка вот таких вот примеров. Ну и вот это один из них. Ну и вот все такие контрпримеры, они достаточно интересные. И некоторые из них появляются из каких-то соображений, связанных с совершенно другими задачами. Ну вот, например, поиск первообразного корня, о чем я когда-нибудь обязательно на канале еще расскажу. Поиск первообразного корня для 2 в степени 6, то есть для 64, да, для остатков по модулю 64, неожиданно привел к вот такому контрпримеру в кавычках, да, а именно 2 в четвертой на 3 в квадрате плюс 7 в квадрате равно 5 в четвертой. Здесь 625 больше, чем произведение 5 и 7 и 3х2, которое есть 210. И здесь, соответственно, речь идет о логарифме 625 по основанию 210, которое, ну там примерно 1,2, это не очень много. А вот еще есть такие контрпримеры, которые приходят на ум. Например, 5 в кубе плюс 3 равно 2 в седьмой. Неплохой тоже такой, как бы неплохая заявка. Здесь логарифм, если взять, тут у меня получается что? 2 в седьмой это 128, а логарифм надо по основанию 30 брать, 2х3х5. Оооооо! 30 в степени х равно 128, это уже в районе 1,4, между прочим. И это уже не очень мало. То есть это еще более хороший квадратный пример. Есть классный пример 11 квадрат плюс 2 квадрат равно 5 в кубе. Посчитайте для него логарифм соответствующий, то есть соответствующий дельта. Ну а самый крутой, наверное, известный мне пример, самый такой большой, получается из исследования эллиптических кривых. Вообще мне кажется, что есть какая-то связь, видимо это и ученым тоже кажется, между этой гипотезой и эллиптическими кривыми. В общем анализ кривой биткоина, вот такой вот, y квадрат равно x кубе плюс 7, на арифметике которой основана возможность криптовалюты биткоин, на которую он весь посажен, приводит к вот такой замечательной тройке. 2 в 15 плюс 181 в квадрате равно 181 в квадрате плюс 7. Вот как. Проверяем. 2 в 15, тут 8 на конце, да? 2 в 15 на конце что? 32 в нужном 1024, 24, 8. Да, все правильно, все. Вот она, вот она, вот она. Тройка, которая получена из просто совершенно брутального исследования кривой биткоина, выпадает нам тройка, которая, так сказать, делает серьезный замах на гипотезу АБЦ. Контрпример к вот этому неравенству и дает дельту тоже там в районе 1 и 3, но при этом какие большие числа, да, получились. Ну вот, собственно, этим роликом я открываю поиск больших контрпримеров. Просто кто кому что известно, пишите здесь в комментариях. Вот, а АБЦ, это, так сказать, это вот она пока как путеводная звезда. Там Моши Зуки, кажется, объявил в 2013 году, что он ее доказал, но Питер Шольц нашел у него серьезный, неустранимый прокол в доказательстве. И на данный момент она находится в статусе гипотезы. Все еще. Чео. КОНЕЦ КОНЕЦ